Трагедия мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря У пациента нет еще симптоматики, нет проявлений заболевания, которые бы мешали ему жить, но при этом мы предлагаем ему тяжелое инвалидизирующее лечение. Но при том же ни врачи-специалисты, ни пациенты недооценивают современных возможностей лечения этой тяжелейшей патологии в онковорологии. Трагедия мышечно-инвазивного рака. Трагедия мышечно-инвазивного рака. Трагедия мышечно-инвазивного рака. Трагедия мышечно-инвазивного рака. Изолированное лечение, любой метод, лучевая терапия, химиотерапия, комбинация тура, трансфутральная резекция с одним из этих вариантов уступают хирургическое лечение. Это наши данные, мы их не один раз показывали по всем вариантам онкологической выживаемости. Нельзя сегодня лечить в моно-варианте одним из каких-то вариантов лечения, даже уповая на сохранение мочевого пузыря. Хирургическое лечение оказывается в этой ситуации лучше. Да, тримодальный подход у очень узкой группы пациентов, которая сегодня строго оговорена в стандартах, как в российских, так и зарубежных, может получать тримодальную и должна получать тримодальную терапию, и это бесспорно. Но, к сожалению, большинство пациентов имеют уже симптоматику и должны получать соответствующее лечение. На данном слайне представлены стандарты НССН. Мы понимаем, что на сегодня все пациенты должны получить по возможности неадювантную терапию, как минимум цисплатиноподходящую, и на сегодня стало стандартом проведения адювантной терапии. Адювантная терапия неволумабом увеличивает выживаемость, безрецидивную выживаемость пациента в два раза. При этом ни один из вариантов лекарственного лечения, ни адювантного, ни неадювантного, не улучшает результатов тучевой терапии или тримодального подхода. Нет доказательств, нет ни одной работы, которая подтвердила бы эффективность улучшения показателей выживаемости. Суммируя, мы получаем несколько лучших результатов. Это те же самые рекомендации, по сути, для более худшей категории пациентов с немычно-инвазивным раком. Это пациенты уже группы более плохого прогноза. И именно для того, чтобы выявлять эту группу более негативного прогноза, и нужно делать лимфоденоктомию для того, чтобы правильно стадировать пациентов. Потому что у пациента с клинически негативными лимфатическими узлами N1 – это показания к обязательной проведению при Т2 адювантной терапии. То есть эти пациенты получат обоснованное лекарственное лечение после хирургического лечения. Останавливаться на химиотерапии я, наверное, сильно не буду. Единственное, подчеркну то число объективных ответов, полных ответов, которые демонстрирует химиотерапия неадювантная на основе цисплотина. Мы видим достаточно высокие цифры. И на самом деле мы дальше увидим, что, к сожалению, на сегодня все последующие схемы нам демонстрируют те же самые результаты. При этом мы понимаем, что на основе крупных метаанализов эффект от проведения неадювантной терапии прибавляет всего 5-8% выживаемости. Это немного, но для этих пациентов это достаточно большие и серьезные цифры. Понятно, что попытки комбинации химиотерапии с иммунотерапией, они проводятся, представлены исследованием, исследованы второй фазой, они демонстрируют практически схожие результаты, поэтому на сегодня, к сожалению, прорыва в этой области откровенного нет. Если говорить о иммунотерапии, то, опять же, изолированной терапии, прежде всего, пациентов, не подходящих к терапии с цисплотином, мы видим, что, опять же, демонстрируют практически те же результаты, похожие уровень объективного ответа и похожие уровни безрецидивной выживаемости на фоне проведения этой терапии. Ну вот уже говорили в том числе об этом протоколе с пембролизумабом неадювантном режиме, и он действительно продемонстрировал весьма хорошие результаты, в том числе сравнимые с неадювантной химиотерапией. Поэтому, возможно, мы получим дополнительные опции у пациентов, не подходящих для терапии с цисплотином. Сегодня еще раз подчеркну, что те пациенты, кто не подходит под цисплотин, не должны получать неадювантную терапию. Если говорить об адювантной терапии, то здесь несколько проще. Сегодня существует три, по большому счету, больших рандомизированных исследований третьей фазы, которые подтвердили, что терапия у этих пациентов в адювантном режиме, монотерапия иммуноонкологическими препаратами, как минимум пембролизумабом и неволумабом, демонстрирует улучшение показателей выживаемости, прежде всего безрецидивной, как первой конечной точкой данных клинических исследований. Это характерно для всех субгрупп и, конечно, немножко удивляет, что получили разнонаправленные результаты по экспрессии ПДЛ. В одном исследовании продемонстрировано отсутствие значимости ПДЛ, в другом исследовании было продемонстрировано, что ПДЛ влияет на выбор тех пациентов, у кого иммунотерапия будет эффективна. Строго разнонаправленные результаты, поэтому на сегодняшний день ПДЛ не является критерием выбора той или иной терапии у данной категории пациентов. Еще одно исследование негативное, к сожалению, для отезолизумаба, но, однако, мы понимаем, что в этих пациентах, и об этом говорила Мария Владимировна достаточно подробно, мы можем выбрать узкую когорту пациентов, которая демонстрирует высокий уровень циркулирующей опухолевой ДНК, которые будут отвечать в том числе и на адевантную терапию отезолизумабом. Это негативное исследование, которое было первым в адевантной терапии у этих пациентов, продемонстрирующее отсутствие эффекта. И для неволумаба те же самые, как характерные и для пембролизумаба, расхождение убедительных кривых и значительное достоверное увеличение безрецидивной выживаемости. Что еще очень важно, на сегодняшний день мы можем формировать когорты, кому действительно реально надо проводить лечение, и прежде всего, конечно, на основе гистологических типов опухоли. Об этом нельзя забывать, что хотелось бы подчеркнуть, что мы не можем смешивать дифференцировку с истинно, например, плоскоклеточным склонозноклеточным раком. Это нужно помнить, потому что только истинный плоскоклеточный рак мочевого пузыря не должен на сегодняшний день подлежать неадевантной терапии. Все остальные гистологические варианты должны быть пролечены неадевантно в объеме химиотерапии, если это пациенты с плотин подходящие. Но если это редкие формы, нейроэндокринный рак, например, там мы проводим специфическую терапию, характерную для этого гистотипа рака. Ну и дальше я хотел привести клинический пример, но по сути это будет анонс просто примера того туморборда, который представит Мария Владимировна, поэтому его показывать не буду. Но основная идея его была в том, чтобы подчеркнуть, что на сегодняшний день есть молекулярные таргентные цели, на основании которых мы также можем формировать, индивидуально формировать тот или иной вариант неадевантной или адевантной терапии. Спасибо большое за внимание.